Нам свыше дали определенный лимит времени проживания здесь, это 50 у кого-то лет, у кого-то 70, у кого-то 100. И мне кажется, что человек вообще в течение жизни, он устает не только от неких недомоганий физиологических, он устает еще психически. Например, если бы моя 92-летняя бабушка, мы ее спрашивали и говорили, а ты хочешь еще вот так вот прожить или желали ей, чтобы ты еще прожила там долго. Она говорила, боже упаси, ну дай бог, я уже так устала, я уже 20 лет как мечтаю, чтобы меня забрали, я ушла. И когда ей задавали второй вопрос, а не хотела бы ты заново прожить, а стать друг маленькой. У нее тоже вставали дебя-молосцы на крыльне. То есть человек устал. Вы знаете, по какой причине человек, богом так устроено, что человек живет определенный лимит. Ну давайте возьмем максимальный долгожительный такой период, ну не максимальный, а вот примерно максимальный 100 лет. Если общество и поколения не будут сменяться с такой скоростью, понимаете, мы так устроены, что если мы будем жить 200-300 лет, то у нас остановится мир. Мы начнем становиться консерваторами. У нас даже вот за наш короткий промежуток времени общество уже в 40 лет, а то еще и раньше, уже начинает останавливаться. Оно уже перестает идти вперед. Вот благодаря молодым поколениям мы движемся вперед, оно нас толкает. Ну а вот вы представьте вот эту бесконечную жизнь. Все остановится, все встанет. Вот элементарно, вот заметьте, вот еще Блаватская писала о дебатах вот этих вот ученых, когда молодой приходил и вот этим вот пожилым уже ортодоксальным дедам пытался доказать, что, например, стол действительно может летать, он это видел. Ну, она больше как бы эту тему оговаривала. Или он пытался какую-то донести до нее новую информацию, до них точнее, до вот этих. Они, понимаете, настолько находятся в рамках доказанных уже выпущенных книжках, и их целая масса, там вот сидит, там всего 10 вот этих вот стариков, которые говорят, нет, это не надо нам, вот это, вот тут уже все понятно. Они начинали рассыпать в прух и в прах идеи молодого ученого, который пытался хоть как-то это все сдвинуть. Конечно, когда они уже умирали, на их место приходили более молодые. И они, вот благодаря этому, мы хоть к какому-то развитию пришли. Хоть к какому-то развитию, понимаете. Ну, человеку свойственно останавливаться с возрастом. Вот если бы человек вот в этом плане себя менял, то, возможно, бы его жизнь удлинилась бы и без всяких вот этих вот всяких там уколов, переливаний. У нас проблема-то не во внешности, понимаете. У нас проблема во внутренних остановках. Мы внутри, внутренне останавливаемся, и все. И начинаем там рубеть, стареть. Как бы сейчас вот это все вот идет вот так вот, закономерно. Для нашего общества, для нашего поколения, и для нашей, так скажем, расы, давайте обобщим, вот это норма, вот такая вот жизнь. Понимаете, как только нас там придут новое поколение, более развитые детей индига, мне кажется, они будут жить гораздо дольше. Потому что, если прослеживать по Библии, там люди жили не сто лет, а гораздо больше. Библии, там люди, 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 Продолжение следует...